доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии в среду 20 ноября меня зовут наконец-то Александр давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня на момент записи брифинга уже вышли данные по инфляции в великобритании мы видим что индекс цен производить индекс потребительских цен в великобритании на текущий момент время вырос на 0 1 пункт от прогнозируемого значения прогнозировалось что были 2 и 2 процента фактически данные вышли на уровне 2 и 3 процента о чем это говорит это говорит о том что инфляция в великобритании начала расти соответственно на реакция рынка здесь должна быть положительной мы с вами вернемся и посмотрим обязательно графики нас какие еще у нас сегодня есть важные новости это выступление председатель председатель ецб кристин лагард в 13.00 по времени gmt в 15.30 запасы сырой нефти и в на самом деле да как учет также важного сегодня еще мы выделить здесь нельзя давайте посмотрим тогда что у нас происходит сейчас на графиках это у нас график индекс доллара график 4 часовой что мы здесь видим мы видим что цена продолжает находиться в восходящем тренде после того как цена протестировал отметку 107 продолжается коррекция сейчас цена подходит к скользящей средней 50 50 скользящей средней который может выступить в данном случае в роли поддержки то есть мы здесь также рассматриваем что тренд будет продолжаться и цена в конечном итоге обновится свой предыдущий максимум идет выше отметки 107 поэтому следим за тем как будут развиваться события да и соответственно постепенно будем здесь рассматривать дальнейшие ланговые позиции после окончания текущей коррекционной динамики давайте посмотрим за британцем это фунт доллар недельный график здесь на недельном графике можно отметить на что фунт сейчас торгуется под всеми скользящими средними то есть соответственно здесь можно констатировать что среднесрочно даже можно сказать долгосрочно формируется нисходящая тенденция на дневном таймфрейме пока идет коррекционная динамика плюс сегодня вышли данные по инфляции соответственно которые также сказываются на том что фунт коротковременно может укрепиться соответственно мы здесь пока продажи не рассматриваем просто ищем точку где мы можем опять-таки начать набирать текущее значение цены 127 соответственно в рамках текущей динамики цена может запросто вырасти до отметки 127 50 соответственно близко к этому значению я думаю это уже в рамках может быть вечерняя торговая сессия может быть в рамках уже торговой сессии четверга можно будет рассмотреть позиции на продаж глобально все-таки у нас тренд остается нисходящий поэтому набирайте большие позиции большими объемами но в сторону лонгов это заходить против тренда чего бы сейчас делать я не рекомендовал по сантименту сантимент у нас сейчас более 70 процентов участников рынка находится в позициях на покупку да что также может вызвать определенную ловушку на рынке да соответственно цена не может расти когда все соответственно тоже стоят покупку на рынок просто так не работает и так или иначе мы я уверен увидим здесь распродажу снижение ниже отметки 1.27 с целями 1.25 это среднесрочная цель и внутри дня как мы с вами видим пока можно присматриваться к тому чтобы такие позиции только набирать по валютной паре евро доллар здесь тенденция не такая позитивная как по британцу такое ощущение что здесь уже коррекционная динамика закончилась и цена отбивается от своей поддержки в рамках общего нисходящего тренда на здесь вполне вероятно снижение к отметке 1.05 поэтому по евро доллару мы возобновляем наши идеи с дальнейшими позициями на продажу текущие текущий сантимент у нас здесь также в районе 70 ну что говорит о том что текущие позиции на продажу будут против общей массы трейдеров поэтому имеет все шансы на успех что касается нефтемарки бренд мы вчера с вами рассматривали возможность открытия шартовых позиций и действительно цена вчера сходила на отметку 72 50 после чего соответственно на вечерние торговой сессии вернулась к точке открытия и на текущем времени продолжает движение в рамках от текущего бокового тренда если так глобально посмотреть все таки есть вероятность того что нефть марки бренд вероятнее всего может подойти еще раз к своей поддержке которые находятся в районе отметки 75 76 и продолжить движение плюс минус вот в таком ключе с новой попыткой на снижение ниже отметки 71 но наши цели не ниже 70 мы этого придерживаемся и на текущий момент времени здесь ничего не изменилось золото золото на текущий момент времени торгуются на отметке 2 2627 долларов мы вчера с вами рассматривали что есть вероятность того что цена будет дальнейшем показывать динамику роста и вчера действительно динамик роста была цена выросла до отметки 2640 сейчас роста опять-таки останавливается мы видим что особо высокой волатильности на текущий момент времени нет если смотреть вчерашний день смотреть сегодняшний день есть вероятность того что текущая коррекционная динамика она заканчивается и золото постепенно готовится к тому чтобы вернуться в нисходящий тренд и дальше тестировать отметку 2500 долларов следим за событиями из возможных идей которые можно торговать особенно для трейдеров которые активно работают внутри дня можно торговать по простым уровням как это можно сделать мы с вами можем определить локальный локальный восходящий тренд который здесь формировался какое-то время сейчас мы видим что текущая восходящая тенденция здесь прервалась как и в данном случае здесь глобально нисходящая на какое-то короткое время и в случае если соответственно здесь после такого снижения будет формироваться коррекционная динамика я бы выделил примерно вот этот уровень при снижении отметки ниже 2 266 2620 долларов на при возвращении обратно цены к этому уровню примерно вот от этого значения у нас появится хорошая возможность внутри дня открыть позицию на продажу на с целями 2500 и ниже это были наиболее интересные инструменты до которые мы можем с вами рассмотреть сегодня в рамках активной работы в intraday трейдинге наверно можно еще посмотреть за биткоином bitcoin у нас продолжает восходящую динамику вчера был новый максимум на отметке 94000 цена почти протестировала этот уровень сразу после обновления максимума цена скорректировалась но очевидно что текущая тенденция роста будет продолжаться и не за горами то время когда биткоин будет торговаться выше отметки 100000 уважаемые трейдеры удачного торговли торгуете зарабатывать вместе со маркетс вам всего самого наилучшего